Время просьб и уговоров прошло. Два трудовых летних месяца, когда и гостей много, и работы показали. Предприниматели не спешат оформляться, как работодатели. В пенсионный фонд отчисления за своих работников не делают. Об их пенсионном будущем не заботится, нет с людьми никаких трудовых договоров, уходит предприниматели и от налогов. Любой глава будет за свои налоги бороться. Если вы здесь работаете, налоги платите в Ростове, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь, вы не платите технике здесь. Это плохо. Это нарушение. А то, что вы людей не оформляете, делаете техничным. Часть предпринимателей действительно оформлена в других городах, и от такого бизнеса городу никакой прибыли. Одни нелегально держат работников, другие даже умудряются командировать сюда группу людей. Краевая комиссия по труду, которая продолжит свою работу и на следующей неделе, разберется, что это за десант. Гражданка говорит, что она запустила кафе, якобы компания. Ну что там не кафе? Предприятие общественного питания. Все работают по командировочным до 30 дней, якобы. Другие объясняют, что не успели оформить работников, поскольку только открыли бизнес, хотят доходы, они получают уже третий месяц. Но жалости больше не будет. Система штрафов заставит предпринимателей сначала изучить федеральное трудовое законодательство, а потом уже открывать собственное дело. Семейный бизнес тоже, оказывается, не обходится без нарушений. Дочери там работали, не знали, что надо оформить. Теперь я готова оформить. И все. Государственная инспекция труда Краснодарского края выявила нарушение в 183 сочинских организациях. Не захотели официально оформить трудовые договоры со своими работниками и выплатить им опять же официальную зарплату, придется потратиться на другое. И это уже немалые штрафы. За пять дней инспекторской проверки было наложено штрафов на общую сумму более 4 миллионов рублей. Для индивидуальных предпринимателей грозят штрафы до 10 тысяч рублей на каждого неоформленного работника. На юридическое лицо, то есть это общество с ограниченной ответственностью, до 100 тысяч рублей на каждого неоформленного сотрудника. Это только состав, часть 3, 527. Но также в момент проведения проверки государственный инспектор труда может выявить и другие нарушения, которые будут квалифицироваться по другому составу. То есть штрафы грозят очень большие, существенные. Жить по законам рано или поздно, а все равно придется. Неформальной занятости, заявил мэр, в Сочи больше не будет. Все социальные и экономические задачи курорт решит. И город, куда вложены миллиардные средства, теперь должен благоустраиваться за собственные деньги. Это должен понимать каждый житель курортного города, понимать и беречь то, что уже отремонтировано и построено. Елена Всецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.